В своих руках я держу две неполных страницы информации о жизни нашего дорогого брата. В народе эту информацию и называют некролог. Это известие о смерти умершего человека. Некролог, друзья, не является автобиографией, в которой детально и скрупулезно отписана вся жизнь человека. Здесь нет слез, эмоций, переживаний, здесь нет каких-то, знаете, мелких деталей. Здесь есть определенные основные вехи, центральные, возможно, вехи жизни человека, который ушел. 15 октября 2019 года прервалась земная жизнь любимого мужа, отца, сына и брата Черняева Владимира Евгеньевича. Он ушел к Господу в возрасте 34 лет в результате трагического дорожно-транспортного происшествия. Несмотря на свой молодой возраст, он успел очень много сделать для Господа, для семьи, для церкви. И оставил в памяти народа Божьего добрый пример достойной подражания. Родился Владимир 5 февраля 1985 года в городе Благовещенск в семье Евгения и Елены Черняевых. Он был вторым ребенком в семье и рос открытым, искренним, веселым и смелым мальчиком, который никогда не давал в обиду своих братьев. С раннего возраста в нем проявилась особая одаренность к музыке. Аккордеон стал его неразлучным спутником в жизни и был неотъемлемой частью его служения Богу. В 1999 году Владимир поступил в музыкальное училище на отделение народных инструментов по классу аккордеон. В 2000 году он заключил завет с Господа. А в 2004 году по успешному окончанию музыкального образования в училище он вступил в семейный союз с Элиной Дамян, также выпускницей музыкального училища по классу скрипки. С этого момента началась их счастливая семейная жизнь и совместное музыкальное служение Богу. Спустя год у них родился первенец Яша. А в марте 2006 года их семья эмигрировала в город Ванкувер, штата Вашингтон. И вскоре у них родился второй сын, Игорь. А в августе 2010 года Бог подарил им долгожданную доченьку, Алену. С юных лет Владимир жертвенно совершал музыкальное служение, начиная с посещения верующих в деревнях и сёвах со своим дедушкой, служителем Благовещенской церкви Андреем Андреевичем Андреенко. По приезду в Америку он продолжил нести свой труд как регент и руководитель оркестров. Владимир внёс значительный вклад в становление музыкального служения в американском объединении, преподавая на курсах пианистов, духовиков и на курсах народных инструментов. За 13 лет проживания в этой стране он также совершил музыкальное служение на более чем 200 бракосочетания. И с большой жертвенностью, преодолевая большие расстояния, он спешил разделить радость торжеств своих друзей и близких, иногда даже в ущерб своей собственной семьи. Наряду с особенными музыкальными дарованиями в памяти Божьего народа останется его приветливость и теплота. Его радушие, отношение к ближним и способность найти общий язык остались добрым примером для подражания. Его широкое сердце, его жизнерадостность, его сострадание к людям и желание помочь ближнему приобрело искреннюю любовь родных и его близких. Владимир многое дал своей семье, став надежной опорой для своих родителей, любящим мужем для своей супруги и достойным примером для своих детей. Сегодня мы сердечно благодарим Бога за то, что Он подарил нам Его, Владимира, в нашу семью и церковь на это короткое время, чтобы разделить радость нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok